из из воронежской области прислал посылку с образцами масла extreme amg vr 2 540 gtc это полнозольное масло вот описание автомобиля условия эксплуатации пробег 10 тысяч на отработке само описание масла но естественно две баночки свежая отработка так баночки чуть-чуть протекли я сейчас почищу значит вскрою почищу но им можно будет приступать но первым делом я сейчас вам покажу вот видео это образец из которого я создавал эталон он прислан был заранее из курска денисом тоже денисом посмотрите вот такая спектрограмма так сейчас я увеличу эстер и видно что много эстеров похоже на amsoil по уровню эстеров я бы оценила восемь с половиной девять процентов но относительно мобила один сейчас я подкорректирую но мне кажется что не дотягивает до заявленного уровня 10 процентов кстати extreme сейчас начали указывать примерно 10 так смотрите противоизносных присадок здесь меня получилось 47 процентов но это нормально то есть не имеет смысл фосфор цинк там наваливать потому что здесь часть функций противоизносных и моющих выполняют большое количество эстеров ну и понятно что эстеры как многие из вас уже знают они совпадают по пикам с карбоновыми кислотами и спектрометры неверно интерпретирует они дают занижение по щелочному и завышение по кислотным то есть они такую кислую среду имеют вот и повышает кислотность поэтому этот уровень я выставляю как 100 ой прошу прощения нашел в на драйве у них в официальном сайте у экстрима 10 и 5 данные они пишут ура ура мы изменили рецептуру и ссылаются на лабораторный анализ двадцатого года у р.ц. уэл клаба как будто у его клапы им сообщает ребята вы изменили рецептуру забавно конечно ну так получилось так значит эталон я создал эталон двадцатого года рецептуру сейчас у нас 22 ну давайте посмотрим что значит покажет образец от дениса из воронежской области так прибор сейчас захотел проверить чистоту окон измерить фон чтобы учесть любые изменения там ну которые могут повлиять на точность сейчас он сделает по своим этим алгоритмом я закладываю образец свежего масла из воронежской области данного масла и посмотрим что намерит значит я уже знаю что намерит но поэтому как я так постфактум уже озвучиваю так вот закладываю я вы посмотрите какая картина значит по противоизносным присадкам на четверть меньше чем масло из курска посмотрите на пол единицы меньше кислотные и зато значительно выше вот она значит изменение рецептуры повышение щелочного то есть она реально есть по факту насыпали больше кальция который повлиял на кислотное число понизив его но видимо чтобы зольность там не уходила в космос также польский этот завод решил подрезать фосфор цинк ну вот классический противоизносный пакет на четверть я под по крайней мере так вижу не знаю может ошибаюсь но по крайней мере вот такая картина у меня сложилась в голове ну и давайте посмотрим сейчас я вот стал искать объяснение и как бы нашел объяснение всему этому процессу и этим результатом значит залез я на ойл клуб посмотрел результаты их лабораторные ну простите пожалуйста не согласовал но вот такая картина смотрите значит первый результат 19 года здесь четыре лабы вот видите орлен лаба это призывала производителя видимо они сделали в лотосе польском у них получилось щелочное как это вообще космос 11 9 а у двух российских лабораторий у отца и плм московской значит у плм 85 щелочное у rc 95 но это нормально здесь под пометкой указано что плм делать для госта для отработки по по госту для отработки тут тут и занижение по этому госту может быть от единицы до полутора вот так и вот кислотная кислотная я считаю что у rc сильно завалили более адекватный анализ у плм на мой взгляд не может быть единица с таким количеством эстеров например на 50 процентов меньше эстеров у мобила 1 и сп и там 2 и 2 а здесь единица но это фантастика какая-то значит и смотрите анализ двадцатого года вот он пресловутые улучшения значит формула изменения 10 и 5 вот они они реально здесь добавлен кальций видно четко но опять же здесь косяк не я я считаю что это косяк с кислотным числом не знаю специальные не специально если специально то это как бы для того чтобы прорекламировать масло показать что вот ой смотрите какая дельта между щелочным и кислотным ну и скорее всего лоба тут подкосячила сейчас объясню почему косяк такой происходит с кислотным вообще там очень большая погрешность у лабы то есть сейчас я вот вставлю тут небольшое видео посмотрите значит для того чтобы титран сделать для определения кислотного используется вот гидроокись калий гидроокись баре это порошок он очень плохо растворимый значит его необходимо кипятить в изопропаноле изопропиловый спирт значит вот так этот процесс выглядит в такой колбе он кипятится вот видите белый порошок внизу до кипятится через вот такую обратный холодильник охлаждается холодной водой и пар спирта конденсируется и сразу стекает обратно это надо кипятить два раза по десять минут сами но представляете кипятить спирт вот конденсируя все это и потом значит отстаивается то сутки и потом цедится так вот в жидком виде этот титрант если он соприкасается с атмосферным воздухом он начинает нейтрализовать его кислота на углекислый газ который мы выдыхаем начинает нейтрализовывать титрант этот щелочь в этом титранте и потом результаты уже концентрация меняется в титранте и результаты уходит вообще блин в какой-то космос поэтому по госту погрешность для значит определением кислот на воспроизводимость составляет от 39 44 процента то есть блин там просто там непонятно как понимаете в лабораториях как правило это наемные работники человеческий фактор лаборанты чаще всего молодые люди и там помыл не помыл не для себя делаешь там для кого-то поэтому я не знаю я считаю что вот здесь как бы по кислотному прибор ну точнее показания дает по крайней мере вот при определении что кстати подтверждается тем что здесь кислотные приводится с сотыми долями а а щелочное с с десятыми только ну значит я вот подкорректировал эти данные вот видите на табличке да здесь сравните с проверкой свежего то есть практически то же самое три процента по три процента по этому самому по противоизносных присад разницы я и одна десятая по щелочному то есть все остальное вот после этого вот как видите я значит проверил отработку но понятно что с учетом того что я вот не знал об изменении рецептуры этой я считаю что корень некорректная отработка потому что начальные значения заданы завышенные на 07 выше щелочного то есть надо переделывать это корректировать и перепроверить вот так поэтому потому что ну результат понятно что будет но не совсем корректный то есть скорее всего он будет немного завышен по моточасам по пробегам вот я придерживаюсь той 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 позиции что лучше перестраховаться лучше занизить чтобы ну как бы не повредить мотором особенно чужим вот такой получился тест значит я переделаю потом и ну не перезалью конечно ну сделаю отдельное видео уже по по этому самому по отработке ну и сможете ознакомиться с ресурсом данного масла благодарю дениса за образцы значит как бы видео я сделаю всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока